Придать динамику развитию экономики, запустить проект лидера Чувашии и переместить аэропорт. Такие идеи и пожелания высказали участники общественной организации Ассоциации выпускников президентской программы «Развитие» на встрече с временно исполняющим обязанности главы республики Олегом Николаевым. Более тысячи управленцев появились в республике благодаря президентской программе подготовки кадров. Как правило, все они свободно мыслящие, самостоятельные, умеющие принимать решения и готовые к новациям. Моя задача простая. Сейчас сделать все, чтобы все те люди, которым не все равно, что будет завтра в нашей Чувашии, те, которые имеют опыт организации бизнеса, предпринимательства, включились в этот процесс. Речь идет о развитии экономики Чувашии. Цель – помочь начинающим предпринимателям преодолеть страх и открыть свой бизнес. В ближайшее время в республике появится Высший экономический совет. В числе его задач как раз и будет помощь в развитии местного бизнеса. Большинство всех нас, кто здесь собрался, это предприниматели, это руководители. И у каждого есть проекты, проекты из разных сфер. То, чего сегодня на самом деле не хватает, не хватает хороших прорывных проектов. И вот в этом направлении тоже нужно активизировать нам работу. К сожалению, не только в Чувашии, но и в России в целом многие удачные проекты упираются в чиновничьи равнодушия и административные барьеры. Мы постоянно в своей деятельности имеем опыт обращения к каким-то структурам государственным. И вот я могу сказать на примере нашей компании, что ни одно маломальское обращение за последние годы, которое мы писали в органы власти, не решилось положительно. Участники совещания, почувствовав искреннюю заинтересованность, высказывали и очень смелые предложения. Например, индивидуальный предприниматель Сергей Чекушкин предлагает перенести аэропорт. В перспективе, мне кажется, стоит рассмотреть все-таки о переносе аэропорта. Причем с точки зрения бизнеса, наверное, даже не в Чувашии, а куда-нибудь, как такой вариант, мы тут с экспертами обсуждали, например, в Мариинскую республику. Для создания, да. Для строительства международного, объединенного между Чебоксарами, ну, Чебоксарскими и Шкаралы, хорошего аэропорта на листой территории Мариинской республики. Где хватает, хватает, достаточно земли. Эта рекомендация вызвала немало споров. Впрочем, многие интересные идеи поначалу бывают отвергнуты современниками. Как знать, может это как раз тот случай. Все высказанные предложения еще раз смотрят и проанализируют. Кроме того, Олег Николаев и Анатолий Еруткин обсудили задачи ассоциации выпускников программы подготовки управленческих кадров. Говорили и о новом проекте по обучению молодежи основам предпринимательства. Я тут тоже.